Великая Отечественная война затронула практически каждую семью. Многие фронтовики не вернулись домой с полей сражений. Другие продолжили работать на трудовом поприще. Их жизнь – пример для всех нас. И подрастающее поколение воспитывается в уважении к подвигу солдат Победы. В сельском доме культуры Прикубанский была проведена районная патриотическая акция «Партизанская слава Кубани», посвященная 80-летию освобождения Славянского района от немецко-фашистских захватчиков. Дом культуры преобразился благодаря содействию властей всех уровней. Поселение района и края и крыльцо дома культуры сейчас выглядит совершенно по-другому. Есть специальные пандусы. Директор учреждения культуры очень довольна тем, что сделано. Наш дом культуры преобразился. Поставлены кресла по программе «Поддержка сельских клубных учреждений». Здесь у нас выделены были деньги и совместное финансирование нашей администрации. Это было где-то в миллион двести. Новый занавес купили на остатки денег. То есть все-все до копеечки использовали. Спасибо большое. В обновленном сельском доме культуры для учащихся 14-й школы работали познавательные исторические станции патриотической тематики, которые представили славянский историко-краеведческий музей, межпоселенческая библиотека и учебная площадка детской школы искусств имени Григория Пономаренко хутора Прикубанского. Ребята, победители викторины, активные участники получили сладкие призы. Со сцены для собравшихся прозвучал взволнованный рассказ о том, как сильные духом славянские партизаны вели борьбу с оккупантами. Партизанские отряды «Смелый шторм» оказали неоценимую помощь нашей армии. После демонстрации документального фильма «23-й день весны» об освобождении Славянского района, вокальный ансамбль «Комплимент» городского дома культуры представил концертную программу, в которой были песни военно-патриотической тематики. Мероприятие в рамках районной патриотической акции «Партизанская слава Кубани» очень понравилось его участникам. Сегодня очень интересное мероприятие. Мы участвовали в викторинах, мы смотрели разные экспонаты, которые были в те времена. Мы помним наших дедов, прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мне очень понравилось представление. Сегодня мы смотрели еще документальный фильм. Мне все очень понравилось. Самое главное, что юные славянцы принимают эстафету памяти от старших. Эта священная память служит целем воспитания подрастающего поколения в духе любви к своей родине. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».